Привет! Многие из нас в FL уже далеко не первый год, но всегда есть еще парочка прикольных функций, которые где-то прячутся. И сегодня я постараюсь открыть вам что-нибудь новенькое, и если у меня это получится, то с тебя лайк под этим видео. По-моему, это честная сделка. Итак, допустим, ты закинул сэмпл в FL-ку и хочешь покромсать его в слайс. Ты хочешь нарезать его битами, но его темп отличается от темпа проекта. Просто задай его темп в правом верхнем углу, вот тут. Вот после этого надо будет его снова перенарезать и задать ему продолжительность вот этой ручкой. А если ты хочешь нарезать его более мелко, например, то можно в BPM поставить вместо 80 и 160. Отпоминаю, 80 это именно BPM нашего сэмпла, а не проекта. Либо количество битов увеличить 16 до 32. И снова перенарезать. Он стал играть медленнее, если ты хочешь, чтобы он снова играл быстро, то нужно вот это все сжать в два раза и продолжительность снова уменьшить. Но мне нравится более медленный темп. И для слайсера работают те же самые настройки, что и для всех сэмплов в FL-ке. Просто нажимаем вот сюда, заходим в шестеренку, и, например, здесь мы можем сделать порт. И каждый звучок будет начинаться как будто бы с глайда. Но тут есть один прикольчик. Послушаем последний. Вот этот тюн. Чтобы этого тюн не было, нам нужно поставить здесь самый короткий звук. Добавляем его по громкости. Дублируем его. Второй звук перемещаем на место первого бита. Вот так вот. И вот этот резкий переход пропадает. Еще мы можем настроить ему envelope или LFO для громкости, для высоты тона или для панорамы. Посмотрим на примере громкости. Добавляем сумму, amount, добавляем атаку в ноль и синхронизируем с темпом. Теперь мы можем задать скорость просто мышкой, либо правой кнопкой мышки нажать, set и выбрать, например, four step, то есть четыре шага. Это движение со скоростью метронома. Если выберем один шаг, то это четыре движения вверх-вниз, пока звучит один удар метронома. То же самое можем сделать для высоты тона или для панорамы. Только основные звуки я не рекомендую таким образом трогать. А вот для каких-нибудь контр-мелодий эта фигня подойдет идеально. А вот этот голосовой сэмпл мы можем отправить гулять по панораме. Жмем сюда, заходим в веннинг, атаку в ноль, темпы синхронизируем, amount побольше, выбрали скорость, сумму убавляем. Вот так симпатично. Ну и конечно каждый из этих параметров еще и можно автоматизировать. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Теперь поговорим о бесконечной вечности. Все мы знаем, что любой сэмпл в FL Studio можно сделать бесконечно длинным. Например, вот этот бас. Он имеет какую-то продолжительность, но стоит мне крутануть кроссфейт и он будет играть до тех пор, пока я не отпущу нотку. Работает это таким образом. Сэмпл начинает звучать сначала, доходит вот до этой второй красной полосочки и начиная с нее возвращается к первой красной полосочке и начинает воспроизводиться от нее. Доходит до второй красной полосочки, возвращается снова к первой и так до бесконечности. То есть этот фрагмент звучит зациклено. Но бывает такое, что мы крутанули кроссфейт и образовалась вот какая-то такая ямка. И ее явно слышно. Скорее всего это какие-то фазовые взаимовычитания и нам нужно крутить кроссфейт так, чтобы сэмпл выглядел и звучал максимально ровно. Здесь это хорошо звучит и выглядит на максимально повернутой крутилке. Теперь мы можем зайти в полифонию, включить порт моно и делать какие-то красивые слайды. А скорость перемещения от нотки к нотке мы можем либо задать мышкой, либо нажать на него правой кнопкой мышки, зайти в сет и выбрать одну из предложенных. Например, вот это нормальное. А если ты хочешь сделать бесконечным вот такой вот синт, то покрутив просто кроссфейт, красивым ты его не сделаешь, так что сначала нужно подогнать его продолжительность крутилкой лейт. После этого уже крутить кроссфейт как-нибудь, да хоть бы даже вот так. Теперь мы можем снова зайти в настройки полифонии, выбрать порта и... и аккорды будут играть с таким небольшим глайдом в начале. Еще можем задать какой-нибудь envelope с какой-нибудь довольно длинной атакой и релизом. Таким образом можно сделать эффект развернутого пэда. И на аккордах, конечно, тоже можно покрутить и лофопитча, но amount точно нельзя ставить больше 1%. Еще в FL есть свой собственный встроенный арпеджиат. В нем можно выбрать направление движения вверх, вниз или вверх-вниз. Либо святой рандом. И количество октав, на которое будет распространяться арпеджио. Например, вот так. Или вот так. Ну и, конечно же, скорость. Так же можно выбрать аккорд. Например, автосустейн. Это значит, что я держу ре минор, и он играет по ноткам ре минор. Но мы можем, например, зайти и выбрать мажор. Я буду просто держать ре. И он будет играть ре мажор. Еще мы можем выбрать здесь вообще, хоть целый скейл. Но я ставлю автосустейн. Еще так же можем включить порта. И каждый звук будет с глайдом. Еще можем настроить анвеллоу. Например, чуть увеличить атаку, чтобы звуки были помягче. Или включить релиз, чтобы они были подлиннее. А если включить кнопочку слайд, то арпеджио будет играть столько, сколько идет сам сэмпл. Ну и еще просто, это не секрет, а не лайфхак. Просто включить delay 3. Поставим тайм чуть-чуть выше максимума. Включаем пинг-понг, панораму направо на максимум, левел ставим в районе 90%. Cut-off чуть-чуть приподнимаем. Только пиано опустим на октаву вниз. А если тебя в этом видео что-то зацепило, а раз ты досюда досмотрел, то точно что-то зацепило, то самое время подписаться на канал. Кнопочка подписаться есть прямо под видео, нажми ее прямо сейчас, а мы продолжаем. Теперь поговорим о том, что конкретно мажет. Я про ревера и конкретно про незаслуженно недооцененный плагин Fruity Convolver. В нем есть пресеты Blur Pink и Blur White. Это дичайшее размытие импульсом розового шума или белого шума. Ну и еще во Fruity Convolver вы можете добавить импульс коричневого шума, чтобы однажды ваш слушатель обосрал. И кроме этого тут целая гора крутых пресетов, и да, вы можете добавить и свои импульсы тоже. А этим Pink Noise можно сделать супер-мега размытый пэт из чего угодно. После него я повешу дистрактор, отключу все кроме фильтров, и сделаю так, чтобы он красивенько выплывал. А если мы хотим отредактировать клип автоматизации, то жмем вот сюда вот. Выбираем Articulate Tools, и тут целая гора вариантов, что мы можем сделать. Например, Scale Levels. Это то же самое, если бы мы нажали в пиано роли Alt-X. Multiply мы можем увеличить или уменьшить расстояние между самой низкой и самой высокой точкой автоматизации. Offset просто все передвигает, а Tension позволяет немножко увеличить или уменьшить изгиб. Помимо этого мы можем просто его развернуть по вертикали. Или еще Smooth Up позволяет нам просто все смягчить. Еще мы можем проанализировать аудиофайл. Я заставил его анализировать трехминутную вавку. Проанализировал. Целую гору точек создал. С помощью этой фигни, например, можете сделать Sidechain Reverb или Sidechain Delay для вокала. Флипнули по вертикали и заставили Delay или Reverb звучать только там, где вокала нет. А если в пиано ролл мы закинем FX, то для него не будет доступно ни Envelope, ни LFO. Но мы можем нажать вот сюда, выбрать Automate Panning или Volume. Начнем с Volume, то есть с громкости. Появился клип автоматизации. Дважды на него кликаем, видим его настройки. В нем мы уже можем включить LFO, настроить нам, например, как по кайфу усилие, какой-то tension и скорость. Ее мы можем правой кнопкой мышки Create Automation Clip автоматизировать. И создадим ей какое-нибудь такое ускорение. Теперь мы можем автоматизировать панораму. Также задать ей LFO. Только в ней я автоматизирую Amount. И чтобы панорама сузилась по максимуму к концу клипа, надо поставить точку в конце на 50%. И вот она прям сужается, видно. В этой части пойдет бит, так что и сюда нужен какой-то FX. В каждом бите это совершенно точно не нужно делать, но иногда прикольно заходит. Вот о кубике набросал и возвращаясь к бесконечным сэмплам. В 808 мы тоже можем сделать зацикленным. Для этого правая кнопка мышки Edit in Audio Editor. Обязательно отключаем следование за воспроизведение. Вот эту стрелу. Правую кнопку мышки жмем на магнитик. Включаем Snap to Zero Crossing. Выделяем какую-то область. Включаем бесконечное воспроизведение. Ну, похоже на правду. Теперь жмем на флажок и выбираем Set Loop или Alt-L. Снимаем выделение и перебрасываем наш сэмпл в Channel Rack. А какое звучание бита вам больше нравится? Вот такое? Или вот такое? Лично мне, конечно, больше нравится второй. И в том числе тут дело в LFO на Open Head. Amount тут в 0. Speed 7%. И еще я немножко настроил ему движение по панораме. И это дает эффект такого перегруженного или расщепленного киком и басом Open Head. Еще я ему настроил Envelope. Так же, как и всем ударным. Вот так звучит snare. С Envelope. Вот так без него. Все дело, во-первых, в крутилке Decay. Все остальное в 0. И Tension, которая делает изгиб еще более злым. Так он звучит короче и острее. Конечно же, не всегда нужно это делать. Но иногда это помогает немножечко заострить биток. Все-таки я добавил контр-мелодию. И сейчас на ней покручу LFO всего, чего можно. В том числе и питча. Amount больше 1% точно не нужно. И какую-то панораму. И Fruity Delay 3 на него перенесем прямо с плака. Вот такой получился видосик. Если ты узнал из него что-то новое, то обязательно поставь лайк под этим видосом. Еще обязательно подпишись на мой канал. Ну и напиши в комментариях, снимает ли еще такие микро-туториалы. Или предложи пару своих FL-овских лайфхаков. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. Чтобы узнать подробнее, напишите мне ссылка в описании. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видосе.